А что за история читал, как я люблю говорить, Благо Сверя, Пригожин сына своего в армию не отдаст? Это вообще какой-то, можно прямо сказать? Вот я люблю, когда прямо... Мерзавец какой-то, мерзавец какой-то. Возвонил мне и спрашивает у меня, вот я не люблю, когда меня монтируют. У нас все по-честному. Да, берете прямую речь, ну вставляете ее, что вы монтируете? Я никогда в жизни не говорил, что я отмазываю детей от армии. По всей сети разошлось. Я читал, я бы хотел увидеть того человека, первоисточника, просто. Вот сейчас есть возможность все это не зловерить. Они мне говорят, что вы думаете по поводу того, что хотят ввести, сделать коммерческую армию? За то, чтобы не пошел мальчик в армию, вы готовы заплатить там, сонно говоря, миллион рублей? Я сказал, честно, я готов. Поэтому как бы пусть каждый выбирает. То есть в каждой профессии человек должен посвятить себя. То есть если человек хочет посвятить себя армии, и тот, кто не хочет идти в армию, и готов найти деньги и заплатить за это, почему бы нет? То есть мы готовы это сделать. Вот какой был разговор. Но я не говорил, что отмазать. Во-первых, он учится. Во-вторых, еще ему никто повесток не присылал. В-третьих, ему еще на тот момент не было 18. Что мне отмазывать? А с младшими, так вообще, что касается творческих таких людей, творческих профессий, вообще такая тема. Конечно, вот это я была бы рада, если бы существовала какая-то такая коммерческая основа. Я не понимаю, как пианист может уйти. День не позанимается человек уже заметно. Понимаете? Даже профессиональный пианист. Это был Егор Кончаловский. Он сказал, что он служил срочно в театре Советской Армии. Прям в центре Москвы. Ну, это хорошо, да, некоторым везло. Нет, дело в том, что в армию должны идти люди, профессионалы, которым это нравится, они должны за это получать деньги. Армия должна быть профессиональной. Есть люди, я хочу сказать, есть люди, которым действительно готовят, даже не за деньги. Вот во времена того, я в школе еще училась, у нас был один парень, который очень рвался в армию. Такой шебутной был, не просто в армию, он хотел в Афганистан. И он отслужил в Афганистане, добровольно вообще. Он просто рвался, вернулся без единой царапины, отслужив по полной программе. Есть такие, которым это... Я на гражданки пользу приносил. Что такого-то? Нет, ну, там были комментарии не просто насчет собственных детей, а просто такая церковь, что у нас сейчас такая армия, что туда вообще отдавать нельзя. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Конечно же, у нас есть проблем много в армии. Поэтому сегодня новый министр обороны Шойгу. И я, ну, наверное, рад этому обстоятельству все-таки. Потому что до сих пор, ну, вот все, что мы видим, все, что сейчас вылезло наружу, да, это вопиющая ситуация. Если вы выбираете должность, на которую вы идете, вы, значит, призываете себя служению, обществу, защиту граждан. Когда это будет, я не понимаю. Да, всегда можно свой кусочек найти. Но зачем все забирать, понимаете, вот этого я не понимаю. И вопрос заключается в том, что отдавать, чтобы калечили ребенка, в эту дембельную историю, в эту, знаете, это же не зона. Армия, это не зона, где тебя должны там опускать пальцы веером. А там живут как будто бы по понятиям. Ну, вы, во-первых, что случилось с стройбатом? Мы вообще уже не понимаем. Раньше был стройбат, люди строили здания. Уже нет никаких стройбат. Нету стройбат? А куда идти? В какие войска? Что делать? Как защищать Родину? Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.